МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПАДИИ на телеканале ЛОД. Сегодня в выпуске. Официальная информация спикера АТО в Луганской области. Руководитель области Геннадий Маскаль побывал в Троицком, где боевики подорвали мост, а также на станции Светланово, где заблокировано движение поездов. Дети из прифронтового Крымского отправились на отдых во Львовскую область. В результате террористических обстрелов на подконтрольной Украине территории Луганской области выгорело более 500 гектаров лесных массивов. В Станично-Луганском краеведческом музее начали ремонтные работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска о ситуации на линии разграничения. За последние сутки боевики 28 раз из градов, танков, гаубиц и крупнокалиберных минометов обстреливали позиции украинских военных. 10 раз обстреливали Золотое, Попасную и село Троицкое. В ночь на 22 июня систем залпового огня «Град» обстреляна село Нижнее Попаснянского района. На Луганском направлении ночью боевые действия велись в поселке Крымское. С 3 часов и до утра Крымское обстреливали из грантометов и минометов. Обстреливалась также и Попасная. Часть города без воды поврежден водогон между Стахановцем и Попасной. Без электроэнергии остаются Трехизбинка, Кряківка и Калаус в Новоядарском районе. Тут линия электропередач перебита внаслідок обстрелу боевиками с минометов. Складность в том, что восстановленные работы необходимо вести на березе Северского Донца, по раму которого проходит линия размежевания. Областная военно-цивильная администрация делает все возможное, чтобы ремонт начался какого-то быстрее. По последним данным, в результате обстрелов никто из мирных жителей и военных не пострадал. Руководитель Луганской области Геннадий Москаль побывал в прифронтовом поселке Троицкое, где боевики подорвали мост. В результате проезд транспорта, доставка гуманитарных грузов и товаров первой необходимости в этот населенный пункт заблокированы. Сейчас в село через реку может проехать только вездеходная военная техника. Напомним, что ранее в ходе боевых действий мост был поврежден. Тогда ремонтная бригада его восстановила. Для проезда в Троицкое через реку Лугань есть еще два моста. Но движение автотранспорта там небезопасно из-за постоянных обстрелов. Областная власть рассматривает возможности скорейшего установления альтернативной переправы для восстановления с Троицким транспортного сообщения. В срочном порядке руководителю Луганской области Геннадию Маскалю пришлось выехать на станцию Светланово, где было заблокировано движение железнодорожного транспорта. Все наробили пиару себе. Вы видите, тут никого нет. Вот прикордонники есть и больше абсолютно никого нет. Где эти торнады, где все, кто затримывал эти все составы. Люди попиарилися, все это побросали. На сегодняшний день паралізована работа Первомайского угля и Лисичанского угля. Не могут из состава ехать, потому что все забито якобы контрабандным товаром. Поэтому я сегодня вертаюся от со станции Светлановки до Верховной Ради Украины, до Кабинета Министров принимать законодательное перевезение по железнодорожному транспорту. Детей из прифронтового Крымского отправили на отдых во Львовскую область. Вчера на двух бронированных автомобилях из села, расположенного практически на самой линии разграничения, вывезли 25 детей и троих сопровождающих их взрослых. На Западной Украине для детей из зоны АТО подготовили многочисленные экскурсии и развлечения. Отдых продлится неделю. Остановятся ребята в семьях военных из 24-й бригады, которая не так давно дислоциировалась в Крымском. Провожал детей необъявленной войны в дорогу и наш Александр Шелест. Разгромленные дома. В одних нет крыш, в других – стен, третий – разбитый под фундамент. По соседству живут люди. Для поселков, расположенных вплотную к линии разграничения, это привычная картина. Село Крымское. Буквально в нескольких сот метрах отсюда уже позиции оккупантов. Сегодня здесь, на бронированных кразах, вывозят 25 детей на летний отдых на Западную Украину. Броневики сопровождают военные. И те, которые сейчас в селе, и те, которых передислоцировали. Позывной «Весна» – боец 24-й бригады. Долгое время она несла службу в Крымском. Дети будут жить в семьях родных и родственников военных. Тетка жены этого бойца тоже готовится встречать гостей. Там к этому отнеслись с пониманием. Такие же люди, как везде, в любых странах, адекватных, нормальных. Все понимают это. И с любовью, с радостью ждут и примут этих детей. Организовать переезды и досуг для детей из Крымского взялись власти Луганской и Львовской областей. Пока дети забираются в бронированную машину, взрослые подписывают доверенности. С ребятами отправляются трое взрослых односельчан. Так массово дети из Крымского куда-то едут впервые. В Крымском очень сложная обстановка. Практически каждый день проходят обстрелы, разрушения. Все, естественно, на глазах у детей. У многих родителей действительно нет средств для того, чтобы вывезти своего ребенка куда-либо отдохнуть. Я внука отправляю. Я опекун. Мы с дедушкой опекуны. Вот он круглый сирота у нас. Отправляем его в Карпаты, чтобы дитё хоть отдохнуло от этой войны. Пусть успокоили. Мы тут всю войну пережили. Мы никуда не уезжали. И по подвалам прятались. Там у соседей жили, чтобы рядом подвал там. Дитю на ночь уши ватой затыкали, чтобы дитё меньше слышало этих выстрелов. И сейчас ещё, как только утро и начинается. Отдохнуть от войны ребята смогут неделю. 1 июля выйдут из Дракобыча назад. Маленький Арсений путешествовать не поехал. Провожает старшую сестру. Но что привезти ему со Львовской области? Уже заказал. Костинцы. Сок, смекненцы. Дети попрощались с родными и поехали на отдых. По дороге, как в мирное время, поют песни. Правда, они теперь совсем другие. Боины света, боины добра, охраняют беда, бьются до утра. Боины добра, боины света, чарство пора. Охраняют беда. За 6 месяцев в области произошло около 1000 пожаров. 150 из них в лесах. Об этом говорили на брифинге в Луганской областной военно-гражданской администрации. Подробности далее в сюжете. К стандартным погодным проблемам, говорит главный МЧСник области Игорь Савельев, добавились и причины военные. Сегодня в области произошло около 1000 пожаров в целом. Это и бытовых пожаров, и пожаров в социальных объектах, на объектах промышленности, в экосистемах. С чем связана, понятна ситуация. Связана и с обстановкой области, военной обстановкой области, потому что много пожаров происходит в результате обстрелов. Буквально только за прошлую неделю произошло 28 пожаров, и все связаны с обстрелами. Один бытовой и 28 после обстрелов. Эти причины мешают работать и лесникам, утверждает исполняющий обязанности начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Луганщины Владимир Шевченко. Сушь, отсутствие осадков, высокие температуры, и плюс практически все пожары произошли вдоль зоны соприкосновения, вернее линии соприкосновения. Тушение пожаров сопряжено с тем, что большинство лесов, там где ведутся активные боевые действия, заминированы. Зачастую, говорит Владимир Шевченко, они просто не имеют возможности вовремя ликвидировать пожар, как было 14 июня в Трехизбинке. Мы его полностью не смогли потушить, потому что вечером опять обстрелы начались. 15 числа дотушивали. Были стянуты силы наши, силы МЧС были стянуты туда и со Старобельской машины, были из Северодонецка. Но, тем не менее, за два дня загорело 290 гектар леса. Военную обстановку в области усугубляет и начало пожароопасного сезона. Спасатели и лесники просят жителей области быть внимательными. В Станично-Луганском районном краеведческом музее пострадавшим от обстрелов террористами начинаются ремонтные работы. Средства почти миллион гривен выделены в виде целевой субвенции из государственного бюджета. Основные работы планируется завершить к 1 августа. В первую очередь это дырки в крыше. Сначала нужно сделать так, чтобы на голову не капало, а потом уже заниматься восстановлением экспонатов, ремонтом внутри. В период наиболее интенсивных обстрелов сотрудники музея, не получая заработной платы, выходили на работу и переносили экспонаты в подвал здания музея. И тем самым оберегали их, как оказалось, не только от снарядов и мин. Ну почти все удалось спасти. И рушники, и документы, и фотографии. Сейчас мы достаем все экспонаты, которые сложены были в подвальное оповещение. Достаем их, обязательно выносим на свежий воздух, просушиваем. Ну и, конечно же, проверяем, какие из них остались, каких нет. Каких нет, потому что еще в течение декабря месяца и в феврале, по-моему, мародеры пришли к нам в музей, которые разворотили двери и зашли в здание музея, пересмотрели экспонаты. Но даже в таких условиях музей продолжает работать. Его сотрудники проводят работу с детьми. В частности, беседы в пришкольных лагерях. На этом у меня все. Самая свежая информация о Луганской области на сайте www.lg.a. Обязательно увидимся на нашем канале. Желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова